Ну что ж, Мартин, мы все будем ждать, что ты сегодня скажешь в этом шоу. Ты учти, я очень люблю Джона Брэка. Он, безусловно, талантливый человек. Он всегда придерживался умеренных взглядов ни справа, ни слева. Центрист. Я бы даже сказал, центрист-фанатик. Да, я понимаю. Ты вот считаешь, что в Кларка стреляли мы пусть так. Мы ведь убили его, коммунисты. Негры, поэты, интеллектуалы. Вся эта суетящаяся сволочь. Это они и создали Кларка. Не будь их не было бы и Кларков, которые своими дешевыми разговорами о демократии и переустройстве мира расшатывают великие традиции моей страны. И в Кларков надо стрелять. Так я понимаю. Поэтому я не считаю себя виноватым. Напротив, я считаю себя правым, сто раз правым. Да, я понимаю. Вот думаешь, раз тебе не удастся нас арестовать, даже обвинить в чем-либо, но ты, видишь ли, обрел свободу, потому что узнал правду. Ты сейчас независим. Ты ошибаешься, Мартин? Я не знаю, что ты будешь говорить сегодня в этом шоу, но я предполагаю три возможных варианта. Вариант номер один. Убили коммунисты. Это было бы самым разумным решением в твоей жизни. Нет, мы бы не стали тебя благодарить, мы тебя вообще благодарить больше не будем. Ты не наш, ты нас предал, но мы бы защитили тебя. Вот, вариант два. Убить с одиночкой тоже неплохо на крайний случай. Мы бы не стали помогать тебе, но мы бы и не вредили тебе, Мартин. И, наконец, вариант номер три. Убили люди общества Джона Берджа, Куклук Склан. Ну и выше. Вот я прошу тебя, Мартин, выслушать меня внимательно. Ну, есть четвертый вариант. Убийца Сит Келли, организатор заговора Сан Дэвис, но ты не пойдешь на этот вариант. Ты трус. А вы так думаете? Ты лечился у доктора Ходчинса, психиатра. Есть справка от него, что ты психически не вполне нормален временами. Ты развратник. Принудил к сожительству ту девицу из стриптизы, отобрал у нее ребенка, лишил ее материнства. Ты садист. Ты лишил дочь материнской любви, издевался над ней, она ушла от тебя. Ты уголовник. Ты расстратил на личные нужды часть денег, данных тебе комитетом истины на расследование. И предатель выгораживал своих друзей-коммунистов, с которыми у тебя давние связи через Джо Веста. Ты и дочь хотел связать с ними. Ты заставлял мадам из бара счастья отказаться от ее показаний против коммуниста. Вот есть свидетельства по этому поводу. Вытаскивал из красавчика нужные тебе показания при помощи наркотиков. Давал ему пилюли во время каждого допроса. Есть свидетельства часового. Ты запугивал оно расправой? Ну, справка по этому поводу будет от твоего бывшего следователя. Страшен тебе, Мартин. Да. И нет. Стой, я не сказал главного. Да, твое выступление произведет сенсацию. Оно может даже повредить губернатору в его предвыборной кампании. И твоя сенсация без доказательств кончится через две недели. Разговоры через два месяца. Америка переваривала не такое. Нет, тебя не будут затыкать рот. Кончились времена Маккарти. Твои выступления напечатают несколько газет. Тебя будут приглашать на телевидение. Но ведь сотни журналовых газет с миллионными тиражами, десятки телепередач сотрут твое мнение в порошок. А заодно и тебя с любой твоей версией. Ты ничего не изменишь, Мартин. Да, тебе давно следовало бы знать, что мы хозяева Америки, а не эти. Мы никому не позволим изменять Америку. Мы уничтожим любого, кто попытается это сделать. любого. Ну, иди, Мартин. Иди, выступай. На улице демонстрации ты можешь опоздать. Иди! Знаешь, Мартин, мне неприятно смотреть на твое лицо. У тебя лицо покойника!